Продолжение следует... Это не фамильярность, это на самом деле такое традиционное обращение в том смысле, что у нас на канале в основном рафинированные мужчины, которые очень четко ценят и понимают, что такое женское начало, что такое женская энергия, что такое женщина вообще. Мы хотим вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам счастья, здоровья, успеха в личной жизни. Это такой банальный набор пожеланий, но на самом деле не лишенный глубокого смысла. И сегодня я хочу порассуждать, поговорить на эту тему, что такое мужчины и женщины в нашем современном обществе и что этот праздник на самом деле для нас, для всех и для нас и для вас означает. По большому счету наша цивилизация региональная, которая называется русская цивилизация. Опять же напоминаю, это речь идет о прилагательном. Русский это язык общения и это региональная цивилизация, которая объединяет народы, коренные народы, живущие в Евразии, ну на протяжении нескольких десятков тысяч лет и они разговаривают между собой на русском языке. Так вот, в нашей цивилизации сложилась такая достаточно уникальная ситуация. И еще в цивилизации региональной Востока разделение на мужчин и женщин цивилизационное, он является, ну наверное, основным держателем цивилизации на земле. Потому что, как это не покажется странно, на Западе развивается странная достаточно цивилизация гермафродитов, людей, которые внешне от нас вроде бы ничем не отличаются. Но по своим поведенческим признакам, по своим ментальным, культурным, этическим, эта цивилизация достаточно агрессивна и она подминает под себя все традиционные ценности, которыми отличается север русско-региональная цивилизация и восток. И вот это на самом деле является одной из угроз, одной, я думаю, цивилизационных угроз. И информационная война, наша программа, которая расставляет акценты в головах, в данном случае, ну в общем-то, мы будем исполнять свою традиционную задачу, вот расставить акценты именно в этом вопросе. Мы знаем историю Запада. Запад на самом деле знаменит, помимо того, что он вроде бы изобрел айфоны и там моют улицы шампунями, на самом деле он еще и знаменит тем, что там были этнические чистки, геноцид, инквизиция, там были огораживания, было рабство. И в результате вот этих этнических чисток получилось так, что на Западе красивых-то женщин практически не осталось. Вы поедьте в любую страну Запада, которая особенно, ну, сталкивалась с геноцидом, с войнами, с этническими чистками 30-летней войны, посмотрите на женщин, которые ходят по улицам. Потом вернитесь к нам в Россию, на Украину, в Белоруссию и сравните. И все люди, которые таким вопросом задаются, они говорят, самые красивые женщины находятся на русской равнине. И это правда. И это на самом деле, ну, такой дар божий, который нам, мужчинам, упал, живущим на этой русской равнине. И мы на самом деле это очень ценим и очень беспокоимся о том, чтобы Запад со своей цивилизацией гермафродитов, вы понимаете, о чем я говорю. То есть люди, которые внешне ничем не отличаются, но уже даже собираются размножаться в пробирке. И при этом вот эти этические отношения между мужчиной и женщиной, между инь и янь, да, вот это вот разделение социальных ролей, вот это вот пресловутый родитель номер один, родитель номер два, при котором женщина и мужчина теряют свои первородные социальные роли. Это на самом деле очень страшно. И в этом смысле информационная работа с нашей стороны, она должна заключаться в том, чтобы молодое поколение вот этих ориентиров не теряло. Недавно мне попалась на глаза фотография в интернете, очень примечательная. Лежит новорожденный, ну, на столе, в родильном зале. Уже ему повесили на руку метрику. Эта метрика, ну, она такая шуточная, но там написано следующее. Иван, имя, ну, дата рождения, вес 3600, страны-производители, Белоруссия, Россия, и внизу подписи. Сделано с любовью. Вы знаете, ну, посмотреть на такую метрику, оно хочется дальше жить, хочется рожать, особенно если такая продукция, не побоимся этого слова, оно хотя бы такое шуточное, она делается с любовью. Вот это состояние взаимоотношений, оно на самом деле и является квинтэссенцией этого праздника. Многие люди говорят, что 8 марта это связано с Пуриимом, это связано с Кларой Цеткин, это связано с какими-то другими идеологическими основами самого праздника. Я думаю, в данном случае мы вас поздравляем не с этим. Вот именно потому, что этот праздник отмечается уже более 100 лет, а в нашем календаре обязаны быть праздники, посвященные мужскому началу, женскому началу. Мы вас поздравляем и накануне, и 8 марта прежде всего с тем, что вы у нас есть, что у нас наш мир построен на любви, на разнополой любви, на том, что семьи строятся на вот этой энергетике мужского и женского начала, на том, что у вас есть принципиальное отличие от нас. Что такое мужчина? Мужчина — это человек, витающий в облаках, у которого горизонт планирования где-то от недели до полугода, который думает о стратегических вещах, который бороздит просторы космоса, аж женщина. А женщина — это существо земное, приземленное, это не недостаток, это на самом деле, знаете, такой противовес, который мужчинам позволяет, не дает им во всяком случае улетать слишком далеко и отрываться от земных задач. Женщина-продолжательница рода, она заинтересована психологически в том, чтобы детей кормить три раза в день, чтобы была стабильность, чтобы была выстроена инфраструктура, чтобы был дом, она должна обеспечить воспроизводство и воспитание потомства. И в этом на самом деле ключевая роль и состоит, и без женщин мужчины на самом деле могут уйти очень далеко в своих фантазиях, в своих творческих поисках. Вот эта мужская энергия Ян, она, ну, сильный двигатель. Без вот этого противовеса, без тыла, то, что называется тылом, мы многого в жизни можем не достичь, потому что теряются цели. Можно себе рисовать цели всевозможные, можно рисовать цели, связанные с искусством, связанные с социальным устройством, но при этом, если не будет сзади тыла, не будет вот этой рассудительной, трезвой, приземленной энергии ин, то можно и потеряться. И вот в этом на самом деле ваша главная роль и состоит. И с чем мы на самом деле нас поздравляем, мужчин. То есть мы поздравляем вас за то, что вы у нас есть, желаем вам счастья, здоровья, желаем вам любви, детей, ну, наверное, минимум с футбольную команду, так, человек 11. А в древности на Руси по кону была, ну, примерная норма 16 и больше детей. Понятное дело, что в наше тяжелое время, когда мы бегаем, гоняемся за рублем, времени на детей уже рожденных не очень хватает, а родить ребенка – это тяжелый труд. Но, тем не менее, к этому надо стремиться, потому что предназначение, оно-то на самом деле внутри человека. И я знаю, что к 25-летнему возрасту биологические часы кричат аж криком. То есть все равно рожать красивых, умных детей, которых воспитать и сделать из них, ну, настоящих людей, в чем, собственно говоря, основная задача человеческого общества – это воспроизводить настоящих людей. Это людей рассудительных, которые могут и логически прийти к каким-то выводам, которые интуитивно что-то чувствуют, у которых сердце работает. Они могут различить, что такое добро, что такое зло, как правильно устроено общество, как неправильно. И в этом смысле мы без вас ничего не можем. Тенденции, связанные с тем, что на Западе развивается общество гермафродитов, и это даже на законодательном уровне узаканивается таким образом, что буквально 4 года назад, если помните, в Лувре, это такой музей, царский королевский дворец под Парижем, был арестован мужчина, у которого на футболке была нарисована гетеросексуальная семья – мама, папа и ребенок. И штраф, который был выписан за оскорбление чувств сексуальных меньшинств, достигал 10 тысяч евро. И, в общем-то, человеку дали четко понять, что власть на территории Евросоюза захватили сексуальные меньшинства. Для них оскорбление их чувств социальных намного важнее, чем оскорбление чувств гетеросексуальных семей. Но вот эта тенденция, которая законодательно там уже устаканивается, она перетекает к нам в том смысле, что социальный уклад, складывающийся за последние 25 лет, когда бурное развитие техники, бурное развитие интернета, когда сложилась ситуация, что женщина, основная функция которой – это дом, очаг, это муж, это дети. Ну, некоторые ухмыльнутся, скажут, ну, это чистый домострой, ну, не без того, на самом деле. То есть вот этот вот круг жизни, в котором мы все живем, откуда мы выходим на работу и куда мы возвращаемся каждый вечер, это на самом деле очень важная часть жизни, без которой ничего не происходит. И если это убрать, то все остальное, оно, в общем-то, становится пресным и невкусным. Но поскольку экономические реалии изменились, то очень многие женщины, они, ну, начинают как бы ощущать такую особенность нынешней жизни, связанную с тем, что они уже могут обходиться без мужчин. Раньше мужчина был нужен для того, чтобы он был добытчиком, он приносил деньги в дом, он обеспечивал семью, он без него, например, денег реально не хватало. Их-то и сейчас в кризисное время у некоторых мам-одиночек тоже не очень хватает, но при этом люди ловят такой, знаете, кайф от того, что не надо ни под кого там прогибаться, не надо выстраивать отношения, а это ж тяжелый труд. И возникает ситуация, при которой вот этот баланс женский, когда мера, сколько в тебе мужчин и сколько в тебе женщин, он на самом деле делает крен в сторону общества гермафродитов, будем называть вещи своими именами. У нас очень много действительно толковых женщин-руководителей, причем настолько харизматичных, что многим мужчинам, ну такая есть поговорочка, еще умыться до таких женщин. И вот это мужская черта характера, когда очень четко, понятно, на раз, два, три, чисто как по энергии Ян, женщины строят коллективы, строят предприятия, строят бизнесы, и иногда приходят к выводу, что мужчины им и не нужны. А с другой стороны, возникает ситуация, при которой сами мужчины, которые рождены в женском обществе, их с детства окружают женщины. Дома в основном с ними женщины до 12-летнего возраста, а в школе у них тоже в основном женщины, мужчин там от силы 5%, и то это физрук или трудовик. Есть поговорочка, не помните, недавно в КВН пошутили, что в городе Смоленске, если трудовик и физрук бросают пить, то школа сразу становится гимназией, а по пятницам их даже три. Но это я отвлекся. И вот получается ситуация, что мужчины в силу сложившихся традиций, которые на самом деле управляемы в длинную, при котором мужчине реализоваться достаточно непросто. Во-первых, пример не с кого взять. Предыдущие поколения живут примерно по такой же схеме. То есть мужчина не харизматичен, он не добытчик. Иногда бывает так, что в семье женщина зарабатывает еще больше, чем мужчина. Происходит, знаете, такой социальный сдвиг. Мужчина и понимает, что что-то не так, а как сделать, научить его некому. А мужского примера не хватает. И вот в этом тоже есть угроза нашей цивилизации, связанная с тем, что социальные роли мужчины и женщины теряются. И в результате получается ситуация, что каждый живет сам себе. Детей рожают, но только потому, что физиологически, биологически, многие часы извинят и требуют. Многие мужчины и женщины исповедуют философию child-free и забывают, собственно говоря, а зачем социальные роли мужчины и женщины предназначены. А зачем люди создают семью как основную базовую ячейку общества, без которой человечество загнется буквально в течение одного поколения. Одного поколения. Это 20-25 лет. И поэтому праздник 8 марта, который мы с вами завтра будем отмечать, он по большому счету посвящен правильным социальным ролям. Он безусловно посвящен вашей красоте, без которой и по улицам-то спокойно не пройти, без которой машины не сигналят, и без которой, в общем-то, и жизнь не в радость. Но на самом деле самое главное — это социальные роли, которые в этой жизни исполняют мужчины и женщины. Самое главное — это семьи, правильные или неправильные, которые создаются на основе этих социальных ролей, вот этой энергетики. И это дети, которые рождаются и которые предназначены для воспроизводства человеческого рода. Вот это основная квинтэссенция сегодняшней темы. И я хочу еще раз поздравить вас с наступающим праздником 8 марта. Пожелать незамужним женщинам найти толкового такого мужа. Пожелать уже семейным не растерять то хорошее, что есть в семьях. Это тяжелый труд, и очень часто это труд, ну, не всегда с положительными результатами. Многие люди живут вместе, ну, если на нижней, на сексуальной чакре, то 6-9 месяцев. Если уже рожают детей, возникает какое-то совместное хозяйство, то примерно первый кризис — это 7 лет плюс-минус, до 12. И если уже на ментальной и более высокие чакры, ну, это я, конечно, рассказываю, там, индуистские традиции, но во многом они соответствуют реальности, то люди достигают состояния, которое называется духовный брак. Духовный брак — это когда два независимых человека, которые очень четко понимают свои социальные роли, которые живут вместе, друг друга никто не грузит, никто никому не рассказывает, как правильно жить и кто кому чего должен. Между ними гуляет ветер, но при этом силы притяжения превышают силы отталкивания, и окружающие люди, таких же браков не очень много, окружающие люди смотрят на такую пару и говорят, так не бывает. Вот это и называется духовный брак. Говорят, что на тысячу пар это примерно одна, это большая редкость, но и на самом деле очень тяжелый труд, который иногда дается с муками. Вот этого духовного брака, дорогие девочки, я вам всем хочу пожелать в канун 8 марта счастья, здоровья, детей побольше, и чтобы над нами было мирное небо, потому что кроме социальных ролей и правильно настроенного сердца на это дело, еще важно, чтобы декорации вокруг были без того, что происходит в некоторых регионах мира, когда беженцы, когда семьи разрушаются, когда семьи теряются, чтобы не было войны. А все остальное мы с вами сделаем, потому что информационная война, как базовая дисциплина гуманитарная, она заключается в том, чтобы правильно расставить акценты в голове. С праздником наступающим вас! Счастья, здоровья, успеха в личной жизни! В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова